Огромную площадь на выставке Экспо занимает национальный павильон Турции. Он раскинулся на тысячи квадратных метров. Представители братской Турции удивляют уникальными экспозициями на тему глобальной синергии. Вниманию посетителей представлены минералы Турции, новые технологии среды альтернативной энергии. Новинки павильона невозможно описать словами. Природа Анадалы передана интерактивным методом. По комплексу движешься словно по морю, рассказывают шимкенцы. Я не успел посетить все павильоны выставки, но побывав лишь на нескольких из них, поразился новейшими технологиями и культурой некоторых стран. Например, входя в павильон Турции, который состоит из семи частей, сразу увидишь водяную мельницу. А в следующей части показывается культура и история Турции. В других комнатах можно узнать всю информацию о полезных ископаемых. Я получил много информации о Турции. Вообще технологии многих стран очень интересны. А вот ученые Люксембурга подняли проблему выработки энергии из космоса. И Казахстан с Люксембургом в этом направлении планирует реализовать несколько проектов. Изучив все надземные достижения, уже перешли на использование альтернативных источников энергии. В павильоне есть коридор, оформленный шестигранной конструкцией. На основной площади расположены три интерактивных станции, а второй этаж для ВИП-посетителей. Я мечтала попасть на Экспо. И, конечно, в первую очередь посетила наш павильон Нур-Алем. Очень понравился его внешний вид, необычный. И что мне еще очень понравилось – павильон «Великий шелковый путь». Здесь расположена национальная выставка стран шелкового пути. Выставлены необычные вещи, посуда, украшения и другие предметы. Помимо этого поразили тайцы. Они берут энергию из кукурузы, из обычных растений, вещей, от которых нет вреда природе, вырабатывают энергию. Своими достижениями в области обновления энергоисточников поделились ученые Палтийских берегов. Самый уникальный их проект – использование лазера в науке. Каждый десятый лазер в мире изготовлен именно в Литве. Также они привезли высокомощные батареи. Выставка «Экспо-2017» открыта до 10 сентября. Топ самых посещаемых объектов выставочного комплекса – «Нуралем», коммерческие павильоны и павильон международной компании «Шелл».